Стоп-стоп-стоп, чувак, это не кликбейт, такого ты реально не видел в Сампе, так что досмотри этот видос до конца, и я уверен, тебе понравится. Йоу, ребят, с вами снова Райли, и сегодня вы увидите обзор на реально годный сервер Сампа. Игровой мод реально интересный, также системы этого сервера уникальны и просто потрясны, лично я никогда такого не видел, и я уверен, некоторые из вас тоже. Вся информация о сервере в описании, так что не поленитесь зайти. Что же, и давайте начнём. Как обычно, регистрируемся, придумываем пароль, и самое интересное, это то, что нужно выбрать уровень сложности. Если вы опытный и хотите реального харда, то выбирайте сложный, там вы будете бомжом без денег, но, я думаю, это немногим понравится, так что советую выбрать лёгкие, так как вам дадут немножко денег и возможность выбрать скин. После выбора скина видим классную анимацию вашего прилёта в штат. Системы очень необычны, и поэтому вначале вы будете постоянно видеть подсказки о том, что нужно дальше делать. В первую очередь вам нужно будет заселиться в отель и поспать. Да, именно, поспать. Персонаж, как и реальный человек, устает после работы, после занятий спортом, поэтому нужно обязательно лечь спать, чтобы восстановить силы. Также, очень интересная функция, это потребности персонажа. Это кушать, чтобы здоровье не отнималось, спать, чтобы были силы работать, и исправлять нужду. Ну, я думаю, вы сами понимаете, что будет, если долго не ходить по-маленькому. Будет очень плохо. И как только я вышел из отеля, чтобы отправиться на работу, как вдруг я встретил вот эту даму. Да, как вы поняли, она очень необычная, и род её занятий тоже необычный. Вот, и самое интересное, чем чаще вы с ней будете немножечко шалить, то у вас увеличивается навык сексуальности, который не менее важен, чем мускулатура вождение и тому подобное. С развитием этого навыка вы можете заработать больше денег за сдачу своего семени. Да, ребят, вы не ослышались, на сервере есть спермобанк, где вы можете, кхе-кхе, за деньги. И чем больше ваш навык сексуальности, тем больше денег вы получите. Что же, давайте отправимся на работу, и самое интересное, это езда на автобусе. Это не как обычно, на каком-нибудь другом РП-сервере сел и просто как бы едешь. Здесь ты попадаешь в интерьер самого настоящего автобуса с другими игроками, которые тоже с вами едут. И вы можете с ними пообщаться, и это довольно прикольно. Что же, работа на ликероводочном заводе. Здесь нужно успевать надевать крышки на бутылки. Всё очень просто. Заработав немного денег, давайте сходим в магазин, чтобы приобрести самые необходимые вещи для дальнейшей игры. Здесь всё как в реальности. Нужно взять тележку и ходить с ней выбирать всё, что нам необходимо, и потом на кассе всё это оплачивать. Я купил телефон, и давайте рассмотрим его функции. Всё очень необычно, вот я лично никогда такого не видел в Сампи, честно. Что же, можно набрать номер, позвонить в полицию, скорую, механику. Посмотреть прямой эфир новостей, включить навигатор, и очень необычная функция. Это настройка горячих клавиш для анимации, это очень удобно для отыгровки РП. Ещё я купил отмычки, с помощью которых можно взломать любой автомобиль, а также любую дверь. Ещё здесь есть университет, где вы можете изучить какой-либо навык, а также язык, на который вы можете спокойно разговаривать, но понимать его будут только те, кто изучил данный язык. Берём книгу, идём в аудиторию, подходим к преподу, садимся за парту и учим. Всё очень просто. Что же, самое интересное ждёт нас дальше. Это космодром НАСА. Да, ребят, именно здесь вы можете отправиться в экспедицию на Луну, но перед отправлением вам потребуется пройти полную медкомиссию. Завершив медосмотр, направляемся в раздевалку, где надеваем скафандр, и идём к шаттлу, на котором и полетим в космос. Прибыв на станцию, мы можем начать работу, и при повторном заходе в игру вы будете спавниться на Луне до тех пор, пока отсюда не улетите. Вот именно и для этого построен жилой комплекс, где вы можете снять скафандр, прочитать информацию о всей экспедиции, поесть и поспать. Основная работа здесь это добыча руды, сбор информации с телескопов и чистки солнечных батарей, нужные для подачи энергии, которые время от времени загрязняются. Возвращение на Землю довольно необычное. Вас катапультируют на космодром, куда нужно обязательно вернуться, чтобы переодеться и получить свои заработанные деньги. И напоследок расскажу о системе построек. На этом сервере вы можете сами себе построить дом, но всё зависит от вашего уровня. В зависимости от уровня вы можете выбрать тип постройки. Грузим нужный нам тип постройки на грузовик, после выбираем абсолютно любое место, где его устанавливаем, но только не в городе. И после установки вы будете здесь спавниться и, соответственно, жить дальше. И, ребят, это всего лишь часть того, что я вам рассказал. Посетите сервер самостоятельно, ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Что же, вся информация о сервере в описании. С вами был, как всегда, Райли. Желаю всем удачи и увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова